Наши баблолюбивые чиновники уверены, что стране, которая производит нефть и газ, совсем не нужна культура. Зачем тратить деньги на содержание музеев, театров и так далее? Деньги – это самоцель, это главная любимая вещь для чиновников. Граждане с этим не согласны. По сути, Департамент культуры Москвы в лице руководителя господина Капкова и его команды действуют как истинные враги культурного наследия города. Зуд реформаторства, умноженный на банальную алчность, сподвигает чиновников разрушать все, что десятилетиями составляло фундамент в сфере культуры, будь то Музей Маяковского, Театр Гоголя или ДК ЗИЛ. Хотят разобрать экспозицию Музея Маяковского. И, собственно, нас это не устраивает. Есть движение «Россия и Рожаные Горожане», которые поддерживают развитие культуры в стране и в Москве бокально. А кому нужно разобрать эту экспозицию? Новому руководству. Новому руководству, собственно, музея, которому нужно сделать просто выставочную площадку и зарабатывать деньги. Мы занимались танцами в фореографическом ансамбле в Дворце культуры ЗИЛ. Пришла к нам новая директора Зеленцова. Мы, в общем, все развалили, устроили там современные направления. Дети все разбежались. То есть 60 лет коллективу было. С их приходом развалились студии живописи, театр драматический, 75 лет. То есть выбросили костюмы, декорации. То есть все настраивает, то есть все свое. То есть все уволили 70 сотрудников, которые... А чем мотивировали-то? Что им не нравилось? Ну я-то не сотрудник, мы родители детей, которые занимались по этому. И сами тоже, в общем, танцевали. У нас все традиции были. То есть у нас дети, потом родители, то есть все вместе занимались. То есть мотивации не было никаких. Примерно нашему художественному руководителю вообще это не было. Объяснено никак. Создавались какие-то липовые экспертные советы. Их составы никому не оглашались никаким образом. То есть вот нам выдавали бумагу, что мы не соответствуем ничему. То есть как бы, что танцы наши все не подходят для них. Но в результате вот те сейчас дети, которые там остались, танцуют такую ерунду, что смотреть на это просто противно. И это их устраивает. А то, что было раньше, то есть они считали все несоответствующим. Ну вот в таком ключе все примерно. А что теперь нужно делать? Как противостоять этому? Ну вот мы как можем так вот обращались во все инстанции. Писали все лето письма. То есть пытались как бы чего-то добиться. Но все совершенно бессмысленно. Отовсюду получали только отписки. О том, что все хорошо, происходит реорганизация. Никаких, в общем, действий не было. Что делать? Не знаем, что делать. Вот мы вот что можем, делаем. Я работал во Дворце культуры ЗИЛ. У меня были там малые театральные формы. То есть я был руководителем. Теперь этого ничего нет, потому что пришло новое руководство во Дворец культуры. И всех работников, которые там до этого работали, практически всех, уволило. Вот и все. То есть я иду конкретно за себя. Но при этом хочу показать, что в руководстве сейчас департаментом культуры Москвы стоят люди, которые в этом ничего не понимают. Вот и все. А каким образом можно этому противостоять? Ну вот таким образом я, конечно, не питаю больших иллюзий. Но тем не менее, и не посчитал нужным сегодня остаться дома. И просто решил пойти, показать, что есть другое мнение. Лично мое. Потому что вот видите, вот это лично мое мнение. Лично сам писал плакат. Лично надел костюм. Лично стою, выражая свое мнение. И неуважение свое к руководству Департамента культуры Москвы. И его команде тоже выражаю полное неуважение и не согласен с их политикой. Потому что это люди будущего, которые все время говорят, у нас будет, мы построим, мы сделаем. Вот сейчас, подождите, ремонт, вот деньги пойдут. Вот. Ребята, я работал без денег, на голом энтузиазме, у меня все получалось. Вот. Почему-то это все незаметно как-то для... Вот и все. Вот такое мое короткое мнение. Выгнали труппу на улицу. Оставили без работы. И сейчас идет под видом реконструкции разрушение театра. А в чем оно выражается, это разрушение? Разрушение? Разрушение традиций. Вот. Традиции репертуарного театра. Превращение в его... В дом культуры. Даже дом культуры, это слишком громко сказано. В какой-то, не знаю, ресторанно-творческий, беседочно-развлекательный центр. У нас единственный выход, у нас выходить на площадь. Другого нам не дано, потому что мы написали обращение вплоть до президента. Мы писали Собянину, мы писали Печатникову, мы писали в Думу. Вот единственное, кто нас сейчас поддерживает, это коммунисты. И круглые столы пытаемся организовать с их помощью. Вы президенту написали, он вам ответил? От президента пока ответа нет. Но на все наши письма, как я понимаю, письма... Наши письма уходят обратно Капкову, и Капков отвечает. И с его слов нам приходят ответы. Вот. Это внятные ответы? На наши поставленные вопросы они не отвечают. Например, вы знаете, вот последний, когда мы задали вопрос, почему был уничтожен театр Гоголя, нам сказали, что там за 25 лет, Печатников в своем интервью в российской газете, зам мэра Собянина заявляет о том, что за 25 лет работы Яшин поставил только три премьеры. Значит, кто-то специально дезинформирует и мэра, и зама мэра. Один только Яшин за 25 лет работы поставил 38 премьер. И я сколько читал отзывов, я не все смотрела, но сколько я не читала отзывов творческих людей, все говорят, что это достаточно хорошие спектакли, крепкие. А всего за 25 лет в театре Гоголя 76 премьер было. Другое дело, что там, скорее всего, может быть, были, я не знаю, какие-то финансовые нарушения, как говорит нам господин Капков, но если там были финансовые нарушения, почему товарищей освободили по согласию сторон? Почему эти нарушения не передали там в следственный комитет, прокуратуру, не расследовали? И почему, если оттуда ушли миллионы рублей, почему их не вернули в театр? Когда мы задали этот вопрос, нам ничего не отвечают. Возможно, культура не приносит прибыли. Вполне возможно. Но когда исчезает культура, народ очень быстро превращается в стадо животных. И вместо музеев и театров на улицах вырастают виселицы, в том числе и для чиновников. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok